Понял, тут сумку оставили и трость, и вон где бабулька гуляет. Бери, говорит, воруй тут, а чё не воруй, блин. Любой бы дурак, хорошо, что я его своровал, ограбил тут, наверное, кошелёк там, и всё. Но я этим не занимаюсь, я честный человек. Это ваша, да, сумка там? Моя. Так вы так не оставляйте, украдёт кто-нибудь? Ну, это честная стоит тачка под американку, хотя от нашего Лада Жигорий. Не пойму даже, что да. Просто каблучок, видимо, переделанный под дружовичок. Точнее сказать, пикап, такой наш вариант российского, точнее советского даже пикапа. Кули пикап, в общем. Сибрашка отсюда стоит, Сибрашка, говорит, тоже мало осталось, каблучок. Поезд стоит, а я по городу с кефиром похожу, пью. Бегается, кто меня увидит с кефиром. Каждый день называется, каждый день. Вот, знаете, я, Игорёк бежит по городу Тюмени. Надо запивать, когда стоим по лестницам убегаешь. Вот, и поезд стоит, будет интереснее. Не знаю, его марку. Не знаю, они. Модель. Моя, козелька моя стоит. 322-132 маршрутка. Такси. Как я люблю эту козельку. А это стоит, модный грузовичок. Тоже, отклеенный везде слой, баумный, райд, камаз, тягач. Скоро отдачный. Еще один грузовик, который из другого. Магнит, другой. Кипермаркет или как он, магазин. Сеть магазинов. Универсант. Продуктовые магазины. Мясо. 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 Девушки стоят. Знаешь, что мир из детства. На остановке. Девушки стоят. Поведи, да, поонаконите. Где-то стоят, скучают. Ну, кстати, тут вот, кстати, уже давно стоит. Слабо бы, да, прислало лучше. А вот, зверь, жутки, отдыхают. Ну, они там стоят. Куча и семена. Астасовок. Астасовок. Какое полуразрушенное здание. Это центр города. Такая картина. Как после войны, блин. Великое Отечественное. После Второй мировой войны. У нас в центре Тюмени. Там стекла все валяются, выбитые. Это рядом с 50 лет октября улицей. На этом пустыре интересно что-то будут делать у нас свиньи. Где раньше был кинотеатр в Белине стоял. Теперь пустота такая, особенно по выходным. Не на что посмотреть. Вот туалет только красуется. 8.42 сейчас. 22 марта 2015 года. 8.42. Я не могу поверить. Эта травка повылазила. Причем зеленая. Сегодня еще 22 марта. Театр, как и в Италии, уформленный. В Италии не надо. Сейчас покажу вам театр, наш Тюменский. Гордость. У вас, видите, такие же колонны. 2.B. 2.B. Быть или не быть. Я вот когда к Кате пошел знакомиться, тоже фразу эту произнес. Быть или не быть. Но все равно у нас не судьба. Мы разного круга людей. Поэтому вместе нам не судьба. Поэтому ничего не получилось. У нее высшее образование степени. Все, а у меня я дворник. Поэтому мы абсолютно разные люди. Абсолютно разные группы. Она за стоматолога. Ой, выйди там уж. Который получает 200-300 тысяч в месяц. Все у нее будет хорошо. Хоть он у нее это не русский. Таджик у нее. Магомед Дадабоев этот был. Но. Видимо такая судьба. Он меня наверное в горы увезет. Выучится тут и все. И будет там мусульманская свадьба. На троих. Ладно, шучу конечно. Так, сейчас мы. Движим тут. Вот он театр. Все тут. Подмесь, инвера зажигает звезды. Вот он наш Тюминский театр. Тюминский драматический театр. Или просто театр. Теперь похудел бы он худой. Был то раньше бы он толстый. Был хренов знает кто. Тюминский театр. Тюминский театр. Тюминский театр. Тюминский театр. Сейчас зайдет начальство и скажет, что он разделся на рабочем месте. Пора это завязывать с этим. Смотрите какой чай нашел на работе. Ричард Королевский. Черный чай. Сейчас я вам зачитаю. Вы просто офигеете тут от названия. Потом покажу сам чай. Чай черный, пайховый, тюминский, индийский, селонский в пакетиках. Этому чаю в Королевской коллекции отведена важная роль. Убеспечить ему нашей семье наилучшее начало каждого дня. Роскошный, насыщенный, бодрящий, с приятным, терпким вкусом и ароматом. Вот еще раз. А вот это вот прочитайте. Способ приготовления даже. Раскройте тайну королевского вкуса. Залейте пакетик свежей вскипевшей водой и дайте напитку. Настояться четыре минуты, наслаждаясь постепенно раскрывающимся ароматом. и чай готов, Ваше Величество. Вы видели когда-нибудь такое? Я к вам прямо сразу хотел, знаете, какой действительно аромат от него исходит? Сейчас вам покажу. Нет, как я могу показать аромат. Вот я могу. Сейчас я вам передам вкусского. Он такой, знаете, крепкий. Чувствуется, что чай будет крепкий, если его заварить. Пожалуй, я себе один пакетик домой припасу. Начальство не обидится. Если данное видео кто-нибудь увидит, я вам сейчас не стуканю. Один-два пакетика, ничего не будет. Наверняка дорогой такой. Потому что только понаписали рекламу. На самом деле, вот я что на сутках пью жидкости. Это кефир, как всегда, но каждый день. А в основном не ем на сутках, чтобы налегке работать. А вот жидкости копью не меньше 2-3 литра. Сейчас докажу вам, смотри. Открываем холодильник. Поехали. Блин. 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 Уронил там все чужое, и варенье высыпалось. Ну, сейчас я пантовался. Вот. 3 литра жидкости воды. На сутки хватит. Я худой в любом положении. Что может, что сидят, что. Смотрите, насколько похудел. Сейчас вам все секреты расскажу по худению. Сейчас даже ремень сниму. Вот, видите. Изначально был вот. Где-то там дырочки. Вот. Вот, вот, вот. Пошло на 100 размеров, наверное. Похудел на 20 размеров. Так, тёлка худой. Это, конечно, не очень хорошо. Я вам расскажу сейчас секреты, как похудеть. Вот мы сидим перед компьютером, перед монитором, перед телевизором. Нервничаете там, например, смотря какое-нибудь кино, кинофильм, фильм. Смотрите, переживаете за героев или играете в игру какую-нибудь. Нервную там, ну, кто игроману-то особенно. Я расскажу, потому что я сам был толстым и не замечал, сколько я им. Вы расходуете много калорий, когда нервничаете. Перед телевизором смотрят. Если есть охота, есть, есть охота. И не контролируете приход, расход пищи. Поэтому и толстеете от нервов. Заедаете, так сказать, свое нервное состояние едой. И не замечаете, сколько уходит. Сколько приходит к вам еды. И сколько уходит. Потому что снова садитесь и ползаете. Нервничаете, как бы, снова. Ну, не двигайтесь, в общем. Поедаете, поедаете, все. Надо есть маленькими порциями. Вот я сейчас мало им. День по-несколько раз и меньше нервничать, меньше смотреть, сидеть. Пойти, либо больше двигаться. И заниматься спортом, физическими нагрузками. Давайте хотя бы раз в день. Я по два, на данный. По три. Хотя бы раз этого будет. Уже более-менее достаточно. Поменьше есть контролировать, поменьше нервничать. Вот в чем секрет попадания. У меня сработало, как видите. Надо было показать, и мне это есть видео старое, по-моему. Каким я был до и каким я стал теперь. Сейчас я, говорю, вешу 80 килограмм, наверное, уже. При росте метр 98. Ну, при росте почти 2 метра. А весил 124 килограмм. Ну, за 100. А теперь 80. То есть, ну, сколько? Почти на 50 килограмм. Ну, и ладно. Смысл все равно. Вообще, у меня стимул был любовь. Похудел и расстройствовать. Безотверная любовь у меня. Ну, тоже ходить ради безозветной любви как-то тоже неправильно. Ну, мне помогло за то, что стало легче двигаться. Бегаю, прыгаю, 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 ну, не прыгаю, бегаю просто. На работу. Без автобуса, без всяких вот денег. Это у нас сейчас 20 рублей в проезд свой в Тюмени стоит. По 20 рублей. Около 600 рублей в месяц стал экономить. Туда-сюда ходил на работу пешком, с работы пешком. Это, как в рекламе с Министом 2 по 1. Экономия денег, плюс для здоровья, поведения. Пешком ходить.